Приветствую вас. Первое, чего мне хотелось бы начать, свой ответ. Это касается причин, по которым вы развелись. Итак, фактически я хотел бы напомнить вам о том, что вы развелись своим мужем из-за наличия у вас определенных проблем в семье, в отношениях и так далее. И, соответственно, эти проблемы, то, что вам надо бы понять, что эти проблемы никуда не делятся. Они как были, они так и остаются до сих пор. Проблемы еще раз никуда не делятся. Они никуда не шли, они не изменились, они не остались где-то позади. Эти проблемы остались с вами, они по-прежнему являются вашими. Я хочу, чтобы вы для начала вот этот момент не забывали, что то, что заставило вас, по сути дела, разойтись со своим мужем, оно по-прежнему имеет силу. И вопрос у меня к вам только один. Почему вы, а точнее, даже не почему вы, а что заставило вас забыть о наличии этих самых проблем? Это первый и самый главный момент, потому что момент развода – это ключевой аспект. Далее. Далее вы пишите о том, что надеетесь, по-прежнему, что ваш муж, значит, вернется к вам. Надеетесь вы, что мужчина вновь будет с вами, вот. И я хотел бы у вас спросить так. А чем обусловлена ваша надежда? Чем она продиктована, чем она, можно так сказать, подпитывается, да, какие у нее основания у этой надежды. Это тоже очень важный момент, потому что вы надеетесь на то, что муж вернется по чьему. Потому что вам, судя по всему, и, скорее всего, вам от своего мужа что-то нужно. Правильно? Правильно. А это значит, что вы в чем-то в нем нуждаетесь. Правильно? Скорее всего, именно так. И именно потому, что вы в чем-то нуждаетесь в контексте своего мужа, вы и хотите, чтобы он к вам вернулся. Вот, собственно говоря, про вашу нуждаемость в мужа, про вашу нужду в нем, я и хотел бы с вами поговорить. Почему вы испытываете бобренность в своем супруге? Почему вы испытываете бобренность настолько, что спрашиваете нас, как разлюбить своего мужа и забыть? Знаете, разлюбить у вас не получится мужчину никак, потому что чувство – это то, что нам, к сожалению, или к счастью, для кого как, не принадлежит. Нельзя заставить себя влюбиться в кого-то по желанию. И нельзя заставить себя, конечно же, разлюбить в кого-то так же по желанию. И вот этот момент важно учитывать. Но любовь само по себе, чувство очень светлое, творческое, и оно ни в коем случае не несет за собой те переживания, которые есть у вас. А ваше переживание заключается в том, что вы испытываете фрустрацию, то есть неудовлетворенность, то есть вы не получаете того, чего вы хотите получать от своего мужа. Ну или не обязательно хотите, а хотели бы получать от своего мужа. Суть здесь не такая уж и большая. Это все вам нужно обязательно обдумать. И тогда, когда вы для себя поймете, что вы потеряли, вот лично вы, что потеряли с уходом своего мужа, необходимо это стараться получать самостоятельность. То есть когда-то до своего мужа, до встречи с ним, до знакомства с ним, вы были одна. И вы, будучи одна, не были от него зависимы. А теперь получается, что вы от него зависимы. И вот надо определить, в какой момент наступила эта зависимость, и почему. И чем она продиктована. Далее. У зависимости есть несколько элементов, главных элементов, которые в любом случае определяют любую зависимость. Первое. Это идеализация мужчины. И тогда можно задавать вопрос о том, как много времени прошло с тех пор, как вы развелись, например, дабы иметь представление. Опять же, о том, когда и как скоро начнется, или может быть уже должен был быть, но не начался, процесс деидеализации. Идеализация. Это первое. Второе. Касается второй аспект того, что называется точкой зрения, вашей точкой зрения, согласно которой, только этот мужчина способен сделать вас счастливым. это, конечно, заблуждение, но вы считаете так. Соответственно, с этим моментом нужно тоже работать. Исходя из вашего идеала мужчины. Исходя из вашего понимания счастья. И так далее. Вот это вот нужно с вами разбирать. Чтобы вы в этой собеседе увидели, что не только, говорит, мужчина может сделать вас счастливым, счастливым, но и другой. Не любой, конечно, но другой тоже вполне способен сделать это. А то и лучше. Главное только быть к этому открытой. Ну и наконец, немножечко так про... 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 вас к вашей собственной, так сказать, оценке и самолюбиву и возрасте. Как вы считаете, если мужчина вот с вами все-таки родился, если мужчина до сих пор не с вами, он вообще достойен того, чтобы быть с вами? Он вообще достойен того, чтобы быть с вами? Он понимает вообще, кто перед ним? Кто с ним? Понимает ли он, кого он потерял, например? И если нет, а если бы понимал, то он бы уже был с вами. Если он не понимает, то он нужен ли вам такой мужчина? вы постараетесь на себя на этот вопрос ответить? Нужен ли вам такой мужчина, который не осознает, что он потерял? Кого он потерял? можно говорить о том, что вы не совсем правильно поставили себя в этих отношениях? Можно говорить о том, что вы, может быть, придерживаетесь не совсем корректной модели женского поведения? может быть. Но это все нужно корректировать. Опять же, исходя из более развернутой информации о вас. Но, тем не менее, в любом случае, факт остается фактом. И на будущее, чтобы мужчина от вас не уходил, чтобы вы не теряли любимого человека, нужно, чтобы вы знали, какую женщину мужчина хочет видеть рядом с собой. Какая женщина мужчине нужна? И стараться дать ему это. И тогда никакой мужчина от вас не уйдет. Только последний дурак будет уходить от той, кто является опять же с той, с кем он хочет, кого он хочет видеть рядом с собой. Ну, а если ушел на собрак, а собрак, то, опять же, зачем он вам такой нужен? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры Продолжение следует...